Раз-два, раз-два, мой друг, как твои дела с тобой? Давай, и сегодня у нас есть такой продукт под названием МИТС. Ты когда-нибудь о нём слышал? Я на самом деле тоже. Этот продукт у меня уже довольно-таки давно. Я прокурил просто огромное количество вкусов данного продукта. И хочу с вами поделиться своим мнением о продукте МИТС. Приезжал на вот таком вот блогер-боксе. Правда, всё из блогер-бокса я уже вытащил, всё использую. Там был крутой чайничек, пот для кипяточка, чтобы всё заваривалось красиво. За это огромное спасибо. Но самое главное, нас интересует сам продукт. Потому что то, что лежало в блогер-боксе, это только для блогеров по факту. А вам же достается сам продукт. И дабы не тратить денежки на что попало, я вот, собственно, здесь для вас. Давайте смотреть, что это такое. Идёт всё это вот в таких вот баночках. Баночки, как я понял, 60-граммовые, содержат 15% табака. А точнее, 9 граммов. В принципе, вот так. Далее, что у нас есть? У нас есть большое количество вкусов, которые я прокурил, но я на каком-то вкусе, а именно на вкусе Оранж, он у меня был второй на прокуре. Я понял, что похожее уже курил. Знаете, на что это похоже? Кто увидит себя в магазине Оранж от компании Митца, и, конечно же, любит очень Танж, а именно Бёрли Эфлайн, то попробуйте взять его, вы реально кайфанёте. Пока я это всё прокуривал, я даже ещё раз забью себе Оранж, потому что мне он очень понравился. Когда я это всё прокуривал, я понимал, что такое ощущение, что компания Митц пытается меня где-то наебать. где-то подъебать и ждут от меня, пока я сделаю какую-то очень большую ошибку, и они потом меня засмеют и расскажут всю правду. Короче, к чему я говорю? Почти большая часть вкусов, которые я прокуривал, очень похожа на Танж. По крепости, да, чуть-чуть отличия есть, но они незначительные, то есть, в принципе, продукт довольно-таки крепкий, не тяжёлый, именно крепкий. Он хорошо накуривает, и его прям приятно курить. По перегреву тоже проблем, как вы видите, не оказалось. Единственное, с чем я столкнулся, это с первыми нотками. Такое ощущение, как будто реально ребятки из компании Митц перефасовывают Танж в другие баночки и выдают его за свой продукт. Я делал маленькие эксперименты, но они как бы и сильно не увенчались успехом, поэтому я, наверное, отнесу это к минусу в копилочку компании Митц. В том, что на старте, как будто, когда он только начинает нагреваться, такое ощущение, что как будто он не акклиматизированный, он отдаёт резиной на первых тягах почти во многих вкусах. То есть первые 2-3 тяги, пока ты это всё не проветришь в чашку, реально очень сложно его курить, а потом всё моментально становится очень здорово и круто. На этот продукт я очень сильно обратил внимание тем, что из последних новинок, именно новых брендов, этот продукт более-менее как-то прям в позитивную сторону меня зацепил, как он курится, какая у него нарезка, как это всё выглядит в чашке, и это круто. Это круто. По цене 60 грамм в районе 350-400 рублей вроде бы. Ну, нормальная цена, адекватная. И я реально, вот, вот, блядь, вот серьёзно, это сука, это танж, блядь. Вот реально я не хочу наговаривать, да, ничего лишнего, но это танж. Это прям очень здорово. Ещё из интересных фактов по данному продукту, я вам рекомендую его ебонькой только на прямоточных чашках, ребят. А на фаналах курить можно, да, то есть я даже не буду не рекомендовать вам фаналы. А наоборот, порекомендую фаналы для тех, кто не очень сильно любит, когда переоромлено, не очень сильно любит, когда есть очень много такой крепости. На фаналах раскрывается всё максимально мягче, всё максимально менее приторно в плане яркости, вкуса. Но на пятидырой чашечке у вас получится прям этот табачок разогнать так, как положено. Ещё из интересных моментов есть такой вкус, как тофифи. Он один из, наверное, моих топов в данной компании. Это кондитерка, но кондитерка очень здоровенская. Также я вам порекомендую, вот сейчас просто. У меня в руках, вот тут на лбу сейчас такой вкус, который я бы никогда никому в жизни не порекомендовал бы курить вообще. То есть любого производителя этот вкус я сразу просто закидывал в чёрный список, потому что у всех он отли... Потому что у всех он был просто залупенский и с невозможностью его курить. Но компания МИЦ меня удивила. Угадайте, что это за вкус в комментариях? Ну вот просто напишите, какой вкус почти есть у многих производителей, но он всегда очень-очень хуёвый. И его даже многие производители просто вырезают со своей линейки и не хотят дальше иметь с ним просто дело. Пиши. Это вкус абрикос. Я помню ещё абрикос со времён Альфакера, либо со времён Нахлы. Да, со времён Нахлы. И это был просто отврат. Также абрикос от компании... Дарксайд. Но это был не совсем абрикос, но очень было похоже чем-то на абрикос. Это тоже была просто дичайшая залупа, которой невозможно было курить. Но что сделали ребята из компании МИЦ? Это нежнейший, такой сочёвый абрикос. Прям мякоти. Хотя даже я в жизни не люблю, как пахнет абрикос, но у МИЦа мне это прям очень закатило. То есть я вам рекомендую реально купить абрикос. То есть с чего? Вот у меня спросите, Дава, нашёл у себя в магазине на полках табак МИЦ. Что ты мне порекомендуешь, чтобы начать знакомство? Я тебе скажу, блядь, спроси у них, есть ли абрикос. Попробуй реально абрикос. Что касается более классических вкусов, как, собственно, и у всех. Сплошная кимоза. И, конечно же, ацетон. Я это говорю про такие вкусы, как дыня, банан и арбуз. Просто ацетонище, ацетоновая. Не знаю, как так вообще. Это, наверное, самые одни из сложных аромок, что ни один производитель ещё не удосужился нормально заебенькать хороший арбуз. Я не говорю про старых, да, когда альфахеровский арбуз, блядь, просто был топ. Но там был не совсем арбуз, там было что-то такое фруктовое. Короче, в целом, МИЦ красавчики. МИЦ молодцы. Сейчас у меня уголёчки уже, в принципе, готовы. Я сейчас пойду поставлю, и вам уже ещё пару фактов расскажу о компании МИЦ. Не переключайтесь. Учитывая, что у многих производителей с цитрусами дела обстоят не очень хорошо, то здесь всё очень круто. А по основным принципам данного продукта, наверное, стоит подвести какие-то итоги. И давайте я их сейчас подведу. Слушайте. Это реальная какая-то танжуха. Я не знаю, с чем это связано, но мои рецепторы говорят, да, вот ты куришь танж. И если это был бы какой-то слепой тест, слепая дегустация, то я уверен, что многие сказали бы, что это танжирс. Далее. По жаростойкости у продукта, мама не горюй, 4 угля, всё без проблем. По ароматике тоже. Вы скажете, «Дава, блядь, хули ты нас наёбываешь, это какая-то залупа». Нет. Возьмите, попробуйте, и поймёте, про что я вам сейчас здесь говорю. Всё очень здорово, всё очень круто. За такую цену МИЦ, по идее, с здравым маркетингом и прочим, должен выбиться в топы любителей чего-то покрепче. Что касается крепости, она очень приятная и она очень накуривает. Пока я пару моментов ждал, потом табак раскуривал, меня уже немного подубило, что выдвинуло меня на такой вывод табаку быть для любителей покрепче. Однозначно. Потому что сейчас многие производители нацелены на среднюю крепость средних потребителей, которые курят что-то более универсальное, которые могут курить все, то ребята из МИЦ сделали что-то гораздо крепче этого. Это очень здорово. Про тот самый неприятный момент в начале, да, даже сейчас, когда я всё это забил, это осталось. Вы думаете, да, да, это всё из-за твоей фольги? Нет, нихуя. Я это всё так же прокуривал и на Калауде и понял, что эту проблему никак не решить и решить её может только лишь производитель. Так что, ребятки, если вы где-то увидите МИЦ, то обязательно возьмите хотя бы одну баночку, попробуйте, чтобы понять, ваш продукт это или не ваш. От этого вы не обеднеете, но, по крайней мере, у вас сложится окончательное представление о данном продукте, не только лишь посмотрев мой обзор. Всех люблю, всех целую. Это компания МИЦ. Спасибо, ребятам, за термопод. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!